Зеленский придумал, как быть президентом по «Жизненно русская весна», Владимир Зеленский хотел бы остаться на посту президента до полного выполнения всех своих предвыборных обещаний. Об этом он заявил вчера, 2 октября, на очередном тимбилдинге для депутатов «Слуги народа» в Трускавца. «Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания», цитирует его пресс-служба партии. При этом он заявил, что в его программе не осталось таких пунктов, которые он и его партия не смогли бы выполнить. И это при том, что с момента избрания 21 апреля 2019 года он стал большим Порошенко, чем сам Порошенко, переплюнув предшественника в преклонении перед нацистами и неонацистами, не остановив, а еще больше усугубив войну в Донбассе, не облегчив жизнь русскоговорящим гражданам, а сделав ее невыносимой. Напомним, в сентябре Зеленский заявлял, что намерен выполнить данные избирателям обещания до конца своей первой каденции. «Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что обещал, в свой один срок и поеду отдыхать». А в ходе предвыборной кампании и сразу после избрания бывший КВНщик уверял, что пришел на один срок. «Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени», — говорил он в сентябре 2019 года. А уже в мае 2020 года он не исключил, что одного срока ему не хватит. По словам главы администрации Зеленского Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции. Не смущает его и то, что рейтинг его значительно упал по сравнению с 2019 годом, когда он был в образе антипорошенко. Зеленский Андрея Ермака